Добрый день! Вы искали ПМС или предменструальный синдром? А какой вид ПМС вас в большей степени интересует? Ну, я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Не просто так задаю вам этот вопрос, потому что я знаю больше 10 видов ПМС. Ну, самый распространенный, безусловно, женский. Когда в крови у женщины не хватает питательных веществ, и мозг питается такой скромной кровью, он, соответственно, изменяет свою активность. Ну, в первую очередь, конечно, изменяется пристрастие женщины. Она хочет то свеженькой клубнички с грядки, но зимой, под Новый год, то летом свежевыпавший снег. Хотя, последнее достать сегодня проще, погода так меняется. Интересно, что летом снег, это скоро будет для нас не в диковинку, а просто как обыденное явление. Хуже, если женщина меняет свою физическую активность. Если она идет в тренажерный зал, фитнес-клуб, плавать, мышца работает и доедает те полезные питательные вещества, которые не дошли до мозга. Это не лечение ПМС, это скорее бы маскировка. Ну, тоже неприятная особенность, это изменение отношения к окружающим. И вот тут, вот на этом фоне появляются остальные виды ПМС. Потому что, если женщина начинает изменять активность к мужчине, да, появляется мужской ПМС. Причем он появляется первый раз синхронно с женским, все остальное время за несколько дней до женского ПМС. Потому что мужчина не знает, что будет происходить в ближайших нескольких дней. Чтобы быть более определенным, чтобы все-таки движение было какое-то плавное и не было никаких неожиданностей, мужской ПМС. Мужчина собирается на рыбалку, на охоту, в командировку. Собирается куда угодно, чтобы не сидеть дома и не попадать под эту бурю непонятных эмоций. Ну, для него непонятно. Для меня это понятно. Мне понятно, почему это происходит. Вот. Но мужчине проще всем. Хуже, если детский ПМС выискали. Дети тоже, они же понимают, что определенные периоды, месяцы, отношение мамы к ним изменяется. И появляются сложности. Поэтому детский ПМС где? Пошли к друзьям в интернете, зависли там. Пошли. День рождения какой-то придумали в это время. Уехали на пару дней, чтобы не, ну скажем так, выйти из этой зоны обстрела. Ну, хуже, когда ребенок сидит дома и получает по полной программе. Ну, как вы понимаете, тоже один из неблагоприятных видов ПМС – это ПМС на работе. Плохо, когда женщина – начальник. Лучше, когда она, там, уборщица, подчиненная. То есть, когда она контактирует с меньшим количеством людей. Потому что, чем больше людей контактируют в это время с женщиной, тем с большим количеством людей она может испортить отношения. Причем не просто на несколько дней, а на более продолжительный промежуток времени. Поэтому тут нужно просто понимать, что да, это такое происходит. Ну, принимать это как данность. Вот, да, несколько дней, через несколько дней все будет хорошо. Все, буря в стакане успокоится и все будет прекрасно. Вот. И таких видов ПМС, как вы понимаете, могут быть ПМС с родителями, там, с бабушками, с дедушками, с друзьями, с соседями. То есть, различные виды ПМС. Что делать? Делать-то просто нужно. Просто нужно поддерживать правильное питание на протяжении всего менструального цикла. Тогда и, в принципе, и ПМС они будут, и другие фазы цикла будут происходить оптимально. Самое главное, что отношения с окружающими, они будут всегда хорошими, и вы для них будете всегда хороши. Поэтому, если вас интересует лечение ПМС, вам нужно просто наладить правильное питание, улучшить работу печени. Потому что индикатор плохой работы печени, да, три дня – это ПМС. А все остальное время – это вегетососуистая дистония, это целлюлит, это венозная сеточка, это головные боли, это боли в суставах, это мастопатия, это эндометриоз, это фибромиома. Видите, уже кто-то звонит, ну, если сейчас будете звонить, телефон будет временно занят, но, в принципе, телефон вы видите, контакты вы видите, обращайтесь. Любой вид ПМС можно вытащить.